Ярмарка выходного дня начала свою историю на площади Театральной и полюбилась горожанам. Многие уже не представляют себе повседневный рацион без продуктов рязанских производителей. У каждого продавца есть верные клиенты, количество которых с годами пополняется. Но вот постоянного места у ярмарки пока нет. В администрации рассматривали несколько площадок, но они либо находились далеко от центра города, либо не проходили по параметрам. Территория должна быть площадью не менее 3000 квадратных метров с хорошей транспортной и пешеходной доступностью и возможностью организовать не менее 100 торговых мест. Нравится. Живу рядом просто. Очень удобное расположение, остановка транспорта. Жаль, что ненадолго. Да, еще с театральной. И у своих продавцов покупаем. Постоянно. Везде на театральной были, и у рынка были. И вот теперь здесь. Ну мы тоже живем не так далеко. Нам даже тут удобнее. Место притяжения в центре очень замечательно. Погода немножко подкачала, и это плохо. Есть небольшие сложности с парковкой, но мы все за здоровый образ жизни. Немножко пройтись с утра – это только на пользу здоровью. Поэтому на самом деле очень большой ассортимент представлен из продукции товаропроизводителей наших, рязанских. Поэтому можно только порадоваться за наших горожан. Работает ярмарка, как и прежде, с 8 утра до 15 часов дня. Но первые покупатели у некоторых продавцов появляются гораздо раньше. Например, знаменитый сыр Татьяны Устинкиной. Постоянные клиенты заказывают заранее и забирают уже в 4 часа утра. Для тех, кто распробовал. Вкуснейшие и качественные молочные продукты уже не имеет значения, куда за ними ехать. Мы очень довольны. Наши покупатели все обязательно придут за нашей продукцией. Они сказали, мы все за вами придем. А еще тут новых клиентов себе найдем. Здесь домов много. Чтобы не была большая очередь, мы готовим еще дома. Так что мы хотим, чтобы наши рязанцы ели свежую и хорошую молочную продукцию. У нас без консервантов, без добавок. Все свежее и вкусное. На новоселье ярмарки выходного дня приехала глава города Елена Сорокина. Она активно общалась с покупателями и продавцами. Проблему увидела. Главной проблемой, с ней жители обращались, и не один человек, это организация парковочного пространства. Увидела. Так. Надо делать парковку. В следующую субботу будем открывать пространство и обустраивать парковку. Новую площадку ярмарка займет временно, так как через несколько лет на этой территории планируют построить школу. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».